Не хочется злорадствовать и говорить, что я же говорил, но блин. Автор рассказывает свое субъективное мнение. Этот ролик будет посвящен одному амбициозному казнокраду и шулеру, верному псу вороватого мэра, отцу пингвинов Александру Катриченко. Остановитесь! Прежде чем я расскажу вам о том, как и на чем грабит нас Катриченко, давайте сперва рассмотрим его зарплату в горосполкоме, которую он получает с налогов граждан, а также его имущество. Ну, давайте. Это я к тому, что Катрич, так его называют за спиной, а, ну или Катя. Так вот, он совершенно не бедный человек, но все равно алчный и пытается урвать везде, где только можно. Судя по его декларации, за каждый месяц прошлого года Александр Катриченко с наших налогов получал 71 тысячу гривен. Его жена получила социальную помощь от металлургического исполкома в размере 16 тысяч гривен. Кстати, жена тоже чиновница. Работает в коммунальном предприятии Бюро технической инвентаризации. В заначке у семьи Катриченко лежит 260 тысяч гривен. Это при доходе в 878 тысяч гривен за год. То есть расходы у них большие. Наверное, любят жить на широкую ногу. Хотя, это может потому, что Катриченко официально купил себе Тойоту Камри 2012 года выпуска за 370 тысяч гривен. А тем временем мои источники сообщают, что за махинации с маршрутками картриджу дали денег на Тойоту Прадо. Есть она у него или нет, а если есть, где он ее хранит, я пока не знаю. Но за Сашкой нынче очень пристальное внимание. Это означает. Кроме всего названного, у Семи Катриченко, как мне кажется, полностью решен жилищный вопрос. Есть квартира трешка, есть жилой дом на 150 квадратных метров, есть два земельных участка, один на 62 квадратных метра, второй аж на тысячу. Сашка у нас получается агроном, да? Ты мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк. Семен Васильевич, это его дело. Нет, наше... Надеюсь, вы все убедились, что Катриченко отнюдь не бедный человек, что зарплата у него больше, чем у президента и министров, да что там, на пару тысяч даже больше, чем у деда Вилкула. Давайте перетерпим уже это все. Ну, шо вы сделаете? Но при всем при этом, Катрич не брезгует поиском и использованием любых махинаций и схем, которые сделают его еще богаче за наш счет. Вот уроды. В качестве примера приведу свое давнее расследование по закупке урн в парке Гагарина и Юбилейный, на котором, не стыдясь бюджетные деньги, пилила кума Сашки Вилкула Ольга Бабенко. Конечно, обрадывает. Катриченко через свою фирму-прокладку Вилли Кум закупал урны в этот парк по цене трое превышающих рыночную. То есть, когда бетонная одоробла, похожая на урну, стоит 200 гривен в магазине, Сашка покупал их за наши налоги по 700 гривен за штуку. Пидарас. Пидарина. То же самое было и с лавочками, светильниками и множеством других необходимых предметов. Воровал не хуже самого деда Вилкула. А сейчас, кстати, Сашка очень удивлен, почему его кандидатуру не рассматривают в качестве мэрской, а предпочитают ему Константина Павлова. Но об этом подробнее я вскоре расскажу. А ты смотри, орел какой. Итак, на сегодняшний день, по моей информации, Вилкулы осознают, что шансов еще пять лет грабить Кривурок у них почти не осталось. Поэтому всеми возможными силами они пытаются украсть по максимуму. И это для меня самое главное. Все, о чем в последнее время вы можете слышать, там, стройки, реконструкции, создание смертной документации, все это призвано лишь для того, чтобы воровать максимально денег из бюджета, потому что лавочка может очень скоро закрыться. При этом все остальные голодные рты, такие как вот род Сашки Катриченко, абсолютно не учитываются. Его бедного заставляют жить на зарплату. Вы себе представляете? Нет, ну вы можете себе представить жизнь семьи на 70 тысяч гривен в месяц? Вот и он не может. Может быть очень большой город. Поэтому сейчас с его легкой руки проводятся махинации с маршрутками в Кривом Роге. Он, если мы с вами не дадим уроду занять кресло мэра, поедет на своем джипе искать работу в другом месте. По всем направлениям. А мы будем и дальше загибаться в убогих маршрутках. Не устану напоминать тот случай, когда на перекрестке у госполкома, в переполненной маршрутке погибли люди. Расследование ни к чему не пришло. Концы сброшены в воду. Кто-то потерял жизнь, кто-то потерял родных и близких, а конченые уроды потеряли чуточку денег. Скажите мне честно, вы хотите играть в эту рулетку ценой в жизнь? Хотите ездить в забитых гробовозках? Хотите, чтобы мерзавцы, дурящие нас за 70 тысяч гривен в месяц, ездили в комфортной Тойоте на кожаных креслах? А мы в убогих рутах и переделанных из грузовых пассажирских спринтерах погибали? Пока вы думаете над ответом, расскажу схему разводки, которую придумал и воплотил в жизнь Катриченко. Маршрутный рынок Кривого Рога поделен на несколько сегментов. Большие куски пирога, средние и крохотные. Самые огромные и сочные маршруты отданы одесской компании Севертранс. Это, по сути, компания-прокладка, которая лишь деньги с маршруток в Одессу отправляет. В Кривом Роге эта фирма набирает на работу водителей со своими машинами. Это почти как в парикмахерской. Мастер работает за процент. Так как у Севера монополия и много маршрутов, чтобы закрыть их всех, они не брезгуют ничем. Даже цыганскую бричку могут поставить на маршрут, лишь бы деньги платили и не верещали. Вторая фирма это чистый коммерческий интерес двух лиц. Бывшего нардепа от АПБЛОКа Гальченко и неприятного в общении человека по фамилии Амаров. Он, кажется, дагестанец. Эти два предпринимателя, благодаря кое-каким связям бывшего шофера Вилкула Гальченко, получили возможность захватить сочнейшие маршруты и тихо, мирно стригут капусту на них. Точнее стригли, но благодаря картриджу это сейчас под вопросом. Я же честно говорю. Еще, как вы уже помните из прошлых видео, в эту кухню, беспардонно отжав у других людей маршрутки, ворвался Гоптерев. У него их около 70-80. Это, конечно, капля в море, ведь всего по городу курсирует 1100 маршруток. Но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Гоптерев мечтает развивать бизнес, тем более, что экономит на заправке машин, заливая в баки украденный с ГОКов дизель. По сути, Гоптерев больше всех зарабатывает на своих маршрутках. Ну и последними назову объединение предпринимателей под общим флагом «Приват Автотранс». Это они вчера и пару недель назад митинговали под госполкомом с требованием соблюдения закона. Нам Банкоприченко пообещал, что это будет 26-го числа. Мы теперь ждем результаты. Сейчас мы в основном проводим закрытые заседания. Вас позвали участвовать? Никого, никого. Хотя по закону они нам не были пригласить одного из... Представляете, люди пришли не из шкурняки решать, а просто попросили выполнить все, как предписывает закон. Ну давайте, ну есть же закон. Катриченко, глядя им в глаза, сделал то, чего я от него ожидал. Сбрехал. Это когда собрался первый митинг, он пообещал выполнить закон и объявить результаты конкурса, который состоялся еще в конце марта. Вчера, 25 июня, Катриченко провел закрытое заседание, на которое, кстати, даже Юзик со своим адвокатом пришел. Там Катриченко, ссылаясь на какие-то абсурдные вещи, объявил о том, что конкурс будет отменен. Точнее, о том, что его нужно отменить и провести заново. Но решение будет принято и озвучено в коммунальных СМИ в течение пяти дней. Вообще проведение этого конкурса отменить, это значит всю процедуру с чистого листа. По новой, по новой. Вы уже догадались, в чем истинная причина? Не так ли? Севертранс потерпел сокрушительное поражение в этом конкурсе. Почему? Потому что у этой компании нет нормальных машин. Потому что их спринтера и руты это гробы на колесах. Потому что это все такой жуткий вчес, что даже лояльные чиновники из Укртрансбеспеки не смогли закрыть глаза на откровенные нарушения этой компании. Поэтому, пока конкурс на замещение городских маршрутов был на паузе из-за карантина из Одессы, в Кривой Рог приезжал сын владельца Севертранса, Хачатур Сардарян. Они встречались с Катриченко и договаривались о том, как все смухлевать так, чтобы Севертранс не потерял в прибыли. Ну, я извиняюсь. Ну, а так как все остальные прибыльные темы заработка для Катриченко более недоступны, из-за жлобства Вилкула в том, он с радостью согласился пойти навстречу тому, кто предложит ему денег. В принципе, это хорошая традиция для места Кривого Рога. Вот, собственно, и вся история, если вкратце. Можно было бы более детально все разложить, рассказать в красках и скучных подробностях, но это будет интересно для немногих. Кто в теме, тот понимает. Суть в том, что Катриченко получит денег от Севертранса за то, чтобы перемахлевать все с маршрутками, чтобы Криворожане и дальше ездили в развалюхах Севертранса. Платили и не верещали. Катриченко срать хотел на всех, кроме своей семьи и своих пингвинов. Так он детей своих когда-то называл, когда журналисты у него про семью спрашивали. При этом напомню, дед Вилкул обещал нам 5 лет назад, что закупит 100 новых автобусов. Но я уже 5 лет говорю, что и он, и вся его команда конченые брехуны, жулики и воры. Не верещи. Сейчас они ходят с чемоданом наворованных денег и предлагают его за команде, за то, чтобы еще на 5 лет остаться у корыта. Для того, чтобы еще 5 лет мы ездили в убогих маршрутках, горели в трамваях и не верещали. В онлайн режиме. Опережая возгласы в комментариях тех, кто ждет дядьку, мессию, который придет и наведет порядок вместо них, напомню про то, что моя задача как журналиста и блогера освещать события. Я не могу одной рукой рассказывать про то, как все на самом деле, а второй брать метлу и заметать ваш двор. Нам всем, жителям города, нужно помнить про то, что у общества также есть задача, которую нужно выполнять. Не ждать, что кто-то другой за нас сделает наш город лучше, а делать это самим. Мы же уже 10 лет живем под руководством мерзатца, брехуна и казнокрада. Конечно. Сколько еще должно пройти времени? Сколько миллиардов из бюджета должно быть украдено, прежде чем этот наворуется и мы захотим другого? Я считаю, что нам всем и маршрутчикам и горожанам нужно собрать многотысячный митинг у стен горисполкома. Обратить на себя внимание центральных телеканалов и офиса президента. А он, кстати, 6 июля должен посетить Кривой Рог. Если мы и дальше будем сидеть, как мыши по норам, не верещать, то каких перемен стоит ожидать? Что изменится, если нет недовольных? Задумайтесь, а тем временем поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал, на телеграм-канал и, если есть возможность, сбросьте пожертвования на развитие канала. О, и еще, вчера встретил парня возле 95-го квартала, он мне сказал спасибо за то, что я делаю. Нет, друзья, это вам спасибо за то, что вы смотрите. Без вас все это не имело бы смысла. Вместе у нас получится многое. Спасибо и пока.